Приветствую вас, давайте разберемся с тем, что вы написали. Здравствуйте, пишите вы, я барин, мне 20 лет, я учился, мне очень сложно участвовать в групповых разговорах с учителем, отвечать, высказывать свою точку зрения, особенно начальник, когда я ещё не очень хорошо знаю все группы, у меня просто страх охватывает, так, ну тут у вас идёт сплошняком текст, так, да, практически. Вот, давайте в порядку. Значит, я учился, мне очень сложно участвовать в групповых разговорах. Значит, первое, на что необходимо вам обратить внимание, это то, для чего вы учитесь, что и зачем вы учитесь. То есть, если вы, к примеру, учитесь, допустим, для себя, да, если вы для себя учитесь, вот. Ну, это одно, если вы учитесь для себя, если вы учитесь, чтобы самому, ну, если вам нравится то дело, которое вы учитесь, которому вы учитесь, это хорошо, в таком случае, всё должно быть подчинено данному порядку, что я учусь для дела. Да, я учусь, потому что мне это нравится, и всё, что я делаю, это, соответственно, для достижения моего дела. Всё, что я делаю, это всё для достижения моих целей. Дальше, значит, очень тяжело участвовать в групповых разговорах. Вот момент, да, очень тяжело участвовать в групповых разговорах. Момент, почему тяжело участвовать? То есть, если, опять же, мы берём за аксиому тот факт, что вы, например, занимаетесь действительно своим делом, да, если мы берём этот факт за аксиому, то откуда и как у вас появляется сложность при участии в групповых разговорах. Ведь вы понимаете, что вам это нужно, условно говоря, там, для, ну, для дела. Вот. Да? Условно говоря. Но получается, что не совсем для дела. Получается, что вы пытаетесь помимо дела, помимо дела, которому вы обучаетесь, вы пытаетесь какую-то ещё реализовать попременность. И именно из-за этого, именно из-за этого вам сложно, что здесь вот в соседней теме мой коллега Борис Никифоров очень хорошо ответил на вопрос, написав, что есть, так сказать, шкала мотивации. Вот. То есть, вы слишком замотивированы на вопрос, пробую, ну, ответить. Так как вы хотите слишком много мотивации, слишком большая мотивация. И именно эта большая мотивация, чрезмерная мотивация, она вас и сбивает с толку, не позволяет вам реализовываться. Мотивации нужно снижать. Как? За счёт расщепления своих желаний. Дальше. С учителем отвечать, высказывать свою точку зрения. Опять же, да, если вы делаете это всего ради своей цели, цели овладеть профессией, то, как вы понимаете, никаких абсолютно проблем у вас не возникло бы. Ну, потому что объективно вы занимаетесь, как бы, делом и тут не особо важно, да, тут не особо важно важно. Ну, не особо важно, а, что вы отвечаете, как вы отвечаете, кому вы отвечаете, там, и так далее. Тут важно другое. Важно, чтобы вы именно, вот, как раз, значит, занимались делом. Дальше. Так, высказывать свою точку зрения. Так, в начале, когда я ещё не очень взглядаю в группе, у меня просто аж страх охватывает такую силу. Отчего вы боитесь несколько дней болел живот, после такого учебного дня, где мне нужно было час за двух утверждений? Вопрос, как мне нервничать так сильно, чтобы так плохо не было? Ну, я уже сказал, да, снизить мотивацию. Я головой понимаю, что ничего страшного нет, но страх, если я что-нибудь скажу, что неправильно или некрасиво, меня не покидает. Вот, знаете, да, неправильно и некрасиво. Это ведь уже не про учёбу. Аноним. Это уже не про учёбу. Это уже про совсем другое. Это уже про то, что вы хотите, что вы боитесь поступить некрасиво, что вы боитесь поступить неправильно. Это про то, что у вас есть такие представления уже о том, что вы можете поступить некрасиво или неправильно. Понимаете? То есть, то есть, у вас откуда-то, откуда-то взялось это представление, что вы можете поступить, значит, ну, некрасиво. Вот. Знаете? Такая вот, такая вот история, на самом деле. Дальше. Вы пишите, а, значит, очень сильно боюсь выступать на публику. Опять же. Здесь момент какой. Здесь момент какой. Если вы боитесь выступать на публику, значит, вы хотите, ну, заручиться вниманием и поддержкой этой самой публики. Очевидно. То есть, вам нужно одобрение. Одобрение нужно со стороны извинения. Значит, сами себя вы не одобряете. Вот. Последним моментом нужно работать, что вы сами себя не одобряете, сами себя не принимаете. Вот. И, соответственно, в этом и заключается вся проблема. Опять. А это проблема. Проблема непринятия себя и страх поступить неправильно. Идёт и с детства, когда, вероятно, вам слишком много всего запрещаться, вы не привыкли полагаться на себя. Дальше. Выступая на публику, если вы выступаете ради, собственно, выступления, а не ради публики, основной акцент внимания идёт на предмет, по которому вы выступаете. Основной акцент внимания идёт на предмет. Не на людей вокруг, а на то, что вы хотите сказать. И если вы считаете то, что вы хотите сказать ценам и важным, то абсолютно не имеет значения, как окружающие люди отреагируют. Поэтому здесь необходима концентрация. Концентрация именно на том, что вы хотите до людей донести. Это можно тренироваться, да, можно вырабатывать этот навык. Навык общения можно вырабатывать, например, на специальных терапевтических группах общения. Дальше. Хотя мне это очень нравится, в этом-то и дело. Так бы просто не занимался бы этим и всё. Я не спорю, что вам нравится, но вопрос заключается в том, что именно вам нравится. Знаете какая штука? То есть вопрос заключается именно в том, что конкретно вас, ну, привлекает. Понимаете? Понимаете? Дальше. Хочется отвечать на занятиях, выступать и вообще участвовать во всех таких мероприятиях. Зачем? Зачем выступать? Чтобы что выступать? Ведь если, ещё раз повторяю, вы занимались бы своим делом, вы бы просто брали и делали это дело. Но дело вы не делаете. Вам нужно ещё выступать, вам нужно самоупределяться, вам нужно доказывать скорее всего. А это неверное по себе. Дальше. Иногда. Иногда я просто не могу себя заставить открыть рот. Он как слипся, про себя не представляю, что могу сказать, что не... неуверенность и неуверенность в себе. Знаете, вы делаете для других. Так вы говорите, что учитель не услышит меня, а другие не услышат. То есть это по-моему. Именно ориентир идёт на других. Не на себя. Опять же. Знаете, понимаете? Какая штука. Вот, в принципе, такая история. Индивидуальная работа здесь вам нужна, потому что в рамках одного ответа вам не помочь. У вас складывалось не один год такое поведение. И, в общем-то, если вы живёте со своей семьёй, то такое поведение оно поддерживается. Если вы не живёте со своей семьёй немножко проще, но всё равно вам нужно выходить из этого вашего состояния жертвы и начинать, как бы, уйти себя так, что вы равны другими, пока вы себя недооцениваете. Вот. Даже если вы головой понимаете, это не так важно, потому что у вас куча требований к себе. Причём требования абсолютно иррациональные, они не сорвёт их реальному миру, не сорвёт их в действительности. Вот. И таким образом от, собственно, требований вам нужно отклониться, отдалиться немного. Объективно они мешают требования вам. Вот. И, соответственно, значит, уже вот, уже, когда вы освободите свой ресурс, условно говоря, когда вы освободите свой ресурс, тогда вам будет проще. Сейчас у вас просто нет ресурсов для того, чтобы выступать как-то по-другому, как-то по-другому выступать у вас. Нет ресурсов на это, к сожалению. Вот. А вот, в принципе, в принципе, так я мог бы вам ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, сделайте его лучшим. Я понимаю, что того, что я сказал, мало. Все проблемы не решить. Вот. Но на данный момент вам можно ответить только так. То есть, рекомендация пока одна, отделить свои желания. Вот. Просто отделить одно желание от другого, чтобы не было такого, что вы говорите, я хочу участвовать, например, в групповых, там, обсуждениях, да, но при этом вы боитесь этих самых... ...обсуждений. Вот. То есть нужно просто разграничить ваши потребности, разделить их, разделить их, разделить, разделить свои потребности. И я полагаю, что тогда ситуация будет гораздо лучше у вас. Вот. И что касается, вот, публичного выступления, то перед зеркалом потренируйтесь, то есть, ну, начните, например, свой доклад, да, и доставляйте себе количество людей, большого количества людей. Я вот, нажал и определите, из какого количества людей вы начинаете бояться, да. Один человек – нормально, два человека – нормально. И вот когда появляется страх конкретно. Вот. Ну, и в целом, нужно больше уверенности в том, что вы делаете. Но с этим уже нужно работать, как со страхами тоже, потому что за страхами скрывается объективно потребности, объективно за страхами скрываются детские переживания и впечатления, вот, и учановские неверные родительские, которые, ну, гласят, например, что самое важное – это вот оценка других людей. Я желаю вам удачи, всего доброго!